В первом чтении принят законопроект о реформе обязательного медицинского страхования. Сергей Миронов провел онлайн-встречу с экспертами, чтобы выяснить их позицию. Неожиданно для нас мы увидели, что в этом законе, в части 5-й, 15-й статьи, выпало положение, которое запрещает медицинским учреждениям не оказывать помощь людям. И вот эта норма как раз исключена. Нас это смущает. Более того, это смутило и правовое управление Государственной Думы, которое дало отрицательное заключение и дословно сказало, что данные поправки расцениваются как нарушение основных принципов охраны здоровья, социально защищенности и гражданства в случае утраты здоровья, доступности к качеству медицинской помощи, недопустимости отказа в ее оказании. Мнения экспертов разделились. Владимир Гришин считает, что принятие данной поправки не повлечет изменений в медобслуживании. Если уже мы захотим немножко конкретизировать данные статьи, то можно написать, что не имеют права отказывать в оказании медицинской помощи пациентам, имеющим направление в данном медицинском учреждении. По мнению Алексея Старченко, принятие данной нормы будет катастрофично для пациентов. Это связано со сверхобъемным оказанием медицинской помощи. Если больница имеет 100 коек, то 101-го пациента они не обязаны принимать. Его содержание не оплачивается. Ответственность Федерального фонда вообще не вставлена. Он абсолютно себя оставил вне любой ответственности. Он проводит экспертизу неправильно, прекрасно. Он отказывает в проведении экспертизы, чудесно. То есть пациент сегодня абсолютно не защищен от бездействия или нарушения закона со стороны Федерального фонда. Справедливая Россия не поддерживает данный законопроект и будет пытаться во втором чтении внести необходимые поправки, чтобы обеспечить гарантированное оказание медицинской помощи. Напомним, фракция выступает за ликвидацию системы ОМС как системы ненужного и затратного посредничества. Необходимо вернуться к прямому бюджетному финансированию. Продолжение следует...